Славься, Бог, разумеет, язычи, и покоряйтесь, яблославься. Здравствуйте, наши дорогие друзья, зрители телеканала «Союз», слушатели радиостанции «Воскресенье». Сегодня в нашем эфире вновь программа «Архипастер» и на ваши вопросы отвечает архиепископ Екатеринбургский Верхотургский Викентий. Владыка, благословите наших телезрителей, радиослушателей, начало нашей беседы. Бог благословит. Спасибо, Владыка. Ну, а первый вопрос, Владыка, сегодня такой. Почему священники говорят о том, что простые миряне не смогут без них спастись, и что у священников ключи от рая? Спрашивает Дмитрий из Тюмени. В какой-то степени, ну, этот вопрос правильно понимать. Действительно, священники имеют особую благодать священства, которая помогает людям спастись и в разуме сибридти. Священник имеет право совершать богослужения, совершать таинства церковные, и благодаря вот такой активной деятельности и совершению вот всех необходимых для спасения таинств, то, конечно, это есть то, что священник может помочь человеку спастись и направить на путь истины для того, чтобы достигнуть вечной блаженной жизни. В таком смысле, да, Он является тем, который через Него открываются двери райские, и Он является ключом для спасения человека. Но, конечно, главный, кто спасает нас, это Христос Спаситель, который пришел на землю, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. А мы, священнослужители, служим Богу, служим Христу Спасителю и стараемся, чтобы привлечь к этому вере Христовой, к жизни по вере Христовой всех нас, окружающих людей. Хотя, конечно, каждый христианин имеет такую обязанность свидетельствовать о Христе, распятом и воскрешенном в окружающем мире. Но они могут свидетельствовать своей жизнью, своей добродетельной жизнью, своей верой крепкой. Но к тому же еще священник имеет особый дар Божий, который, совершая таинство, ставится, например, Евхаристия, таинство тела крови Христовой, через которое человек получает жизнь вечную. Потому что сказано, кто не будет приступать к этому таинству, жизнь вечно не наследует. Поэтому вот, если в этом смысле, то тогда священник является таким человеком, через которого Господь открывает людям Царство Божие. Можно ли выпить таблетку от боли между исповедью и причастием с вечера до утра? Боль сильная, и до прихода священника, который меня причащает, я не выдерживаю. Спрашивает Валентина из Воронежа. Ну, в силу того, что человек в таком, находится тяжелом болезненном состоянии, то, конечно, возможно принятие лекарства, для того, чтобы можно было претерпеть и дождаться приезда священослужителей, чтобы сподобиться великого таинства причастия тела крови Христовой. Это возможно, нужно. Не является ли грехом нарушение четвертой заповеди работа в воскресенье продавцом в магазине? В свое время, в воскресенье, когда люди жили такой церковной жизнью, то, конечно, воскресенье не работали. И поэтому и соблюдали вот эту заповедь, в том, чтобы очтить этот день воскресный. Но сейчас, когда так еще мы не все воскресенье, не все еще пришли к вере Христовой, еще много нужно потрудиться, чтобы людей привести к такому сознанию, что нужно чтить эти дни и этот день посвятить только Богу и своей душе. Ну вот, в силу того, что сейчас такое еще время, то поскольку человек устроился на такую работу, то приходится идти на работу. Но если душа вся в храме находится, несмотря на то, что совершает свою работу, но с таким чувством желания быть в храме, но в силу вот таких обстоятельств не может быть, то, конечно, Господь меняет ему, может быть, как послушание, как несение своего служения в этот день, но с надеждой, что Господь, что после того, как этот день рабочий закончится, то придет на следующий день церковь, побудет на божественной тургию, помолится. И таким образом, вот, почтит вот этот день вот таким своим сокрушением сердца, сознание такого, того, что не все точно совершает, исполняет свои обязанности христианские. И вот с таким чувством такого сокрушения в своем сердце, то Господь примет его служение. Благоспасибо, у нас есть первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Владыка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У нас в пионерском поселке, на ЖБЕ, в принципе, нет храмов. Это единственное Брюхера, тех святых, и 37-й горбольница. Очень мало вмещает людей в храм при 7-й горбольнице. Хотелось бы узнать, какие-то планы имеются по подстройке храмов в пионерском поселке или в районе ЖБЕ. У нас просто нехватка этого. И второй вопрос. Какие документы или какой процесс, процедура нужно представить епархию, чтобы вот хотелось бы поощрить настоятеля храма? Как-то вот это со стороны прихода принимается во внимание, или это только делается со стороны епархии? Спасибо большое за ответы. Спасибо, Господи, для вас. Ну, вот, что касается нехватка храмов в нашем городе, это, конечно, есть большой факт того, что действительно так. Но то, что в таком случае наши бои в пионерском поселке необходимо, чтобы сами люди проявили вот такую активность и написали свои пожелания, прошения на епархию или на имя главы города, для того, чтобы глава города выделил место под строительство храма. Потом все жители вот этого поселка, прихожане, будущие прихожане и желающие, чтобы был там храм, могли бы совместными усилиями объединить все свои усилия для того, чтобы там построить храм, там, где будет выделено это место. Поэтому не ждите, что где-то кто-то должен планировать. Мы уже много планировали, но, к сожалению, этого ничего не получилось. Поэтому необходимо, чтобы конкретно люди в том месте, где есть необходимость стоить храмом, проявили свою активность и интерес, написали свои прошения и добивались того, чтобы там была построена церковь. Потому что, видите, сейчас идет такая массированная информация по разным СМИ о том, что в городе Екатеринбурге есть много храмов и нет необходимости строительства еще храмов. А если люди это видят, что это неправда и нуждаются, то, пожалуйста, проявите свою активность. Что касается поощрения священнослужителей, то у нас есть международные строки, которые установлены Святейшим Патриархом и Синодом, и даже нашим Архиерейским Собором. И вот мы руководствуемся вот этим правилом, которые определены Собором и Святейшим Патриархом. Поэтому мы смотрим на деятельность священнослужительности, если он совершает свое служение достойно своему званию, то и тогда представляем к наградам в определенные сроки. Представляем к наградам Святейшим Патриархом. И тогда, получая благословение на награждение от Святейшим Патриарх, мы награждаем достойного священнослужителя в этой канаре. Владыка, спасибо. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. 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 А подскажите, пожалуйста, Владыка, как попасть к вам на прием? Как попасть? Ну, приходите и попадете. Можно позвонить в канцелярию, наверное, там подскажут, куда приехали. Ну да, конечно. Попасть, например, нет проблем в этом. Владыка моему крестнику два года. Заходя в храм, он начинает сильно плакать. Не может находиться в храме. Особенно реагирует на пение хора. Что делать? Спрашивает Татьяна из Екатеринбурга. Надо будет подойти к священнослужителю того храма или того прихода, куда удобнее приходить в церковь. И нужно будет, наверное, посмотреть на духовную жизнь родителей. Потому что ребенок, кто еще маленький, поэтому какие-то есть необходимость, чтобы родители изменили, может быть, некоторые свои пристрастия или привязанных к чему-то. И тогда, или какие-то, может быть, более... Может быть, какие-то крихи. И необходима такая более... Исповедь такая, чтобы была более глубокая. Тогда, я думаю, что этот вопрос решится. Можно ли нам, мирянам, самостоятельно совершить чин обед от резвости перед иконой Божьей Матери неупиваемая чаша? Как это сделать? Верхняя солда Ирина. У нас есть общество трезвости при их храмах, в некоторых храмах. Если там в Салде, нижней Салде, да? В Верхней. В Верхней Салде. Там, значит, к отцу Александру нужно подойти. И он, я думаю, что он, по-моему, у него и даже есть такое общество трезвости. И могли бы организовать вот эти правильные обеты, обещания о том, чтобы не употреблять спиртные напитки. Бывает, что на месяц, другие на три месяца, на полгода, на год. А некоторые на всю жизнь. Что это практикуется у нас, если нет прихрама, то вот здесь, в Екатеринбурге, у нас прихраме, при Новотихвинском женском монастыре, есть такая возможность, чтобы присутствовать на телекции. И в определенные дни торжественно совершается такой чин отречения. То есть, обещание, обета, обещание о том, чтобы не употреблять спиртные напитки или другие привязанности. То есть, отказ от курения, от употребления наркотиков и другие привязанности, которые бывают в нашем обществе. Поэтому и практикуются в наших приходах. Такое, как бы, центральное общество трезвости – это при храме Александра Невского в Новотихвинском женском монастыре. Еще один телезритель к нам дозвонился. Алло, здравствуйте, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте, это Продолжение. Добрый вечер. Меня зовут Ирина, подмосковья. Владимир, мне не переставал такой вопрос. В первых дворцовах и православных энциклопедиях в Доропе указано, каким святым и в каких больницах надо молиться. Ну, Иоанна Крестителя, главное, более понятная, великомученики Екатерине, хорошего жениха тоже более-менее. А вот мученику Трифону Астрапа и Клопов и так далее. Мой вопрос, что и по каким критериям вот это составлялись, эти указания? И вторая часть вопроса. Многие святые сами страдали страшными недугами. Правильно ли просить у них здоровье молиться? Может быть, просить их молиться о нашем терпении и смирении? Спасибо. Действительно, многие святые, может быть, все святые имеют дар чудотворения от Бога, дар особый, который не проявлялся ничего в течение своей жизни земной. И после уже отшествия из этого мира Господь наделял людям этих святых каким-то дарованием. И вот смотрели, смотрим, какие болезни больше всего исцелялись от того или иного святого. Поэтому я считаю, что этот святой исцеляет от головной боли или от других недуков. По такому критерию смотрится, что как... И еще из жития святых мы узнаем, какие у него были чудеса совершенные, совершаемые мы, какие исцеления совершал он в течение своей земной жизни. То вот поэтому и определяли, что вот он больше всего может помочь от этого. Хотя Господь может услышать любого святого, чтобы исцелить те или иные недуги, разные недуги, которые есть у человека. Что касается того, что действительно есть многие святые угодники Божии, которые сами страдали от разных болезней, но в то же время они исцеляли других от болезней. Сами себе не исцелялись, но терпели и смирялись. А вот других они исцеляли от многих болезней. Это, конечно, особый дар Божий, когда человек наделен такой добродетелью терпения и мог претерпеть все свои страдания от своих болезней, смиренно принося вот эти трудности, которые были в своей жизни. Действительно, очень важно, чтобы человек был бы терпеливым, имел бы дар терпения. И к этому нужно стремиться. Об этом надо просить у Бога помощи, чтобы Господь дал ему такой дар терпения. Потому что много у нас бывает трудностей, испытаний, горечи, всяких неприятностей, обид. Если у человека нет терпения, конечно, ему очень сложно, тяжело. А терпеливый человек, ему легко во всех обстоятельствах жить, потому что могут перетерпеть теряные скорби, трудности, в том числе и болезни. Болезни, конечно, особой. Мы знаем такие случаи, к сожалению, такие случаи, что люди, подверженные какие-то болезни, они не могут терпеть, эти болезни, и ищут возможности, чтобы уйти из жизни преждевременно, не понимая смысла этих болезней. Чтобы избавиться от этих болезней, они поканчивают собой со самоубийством, и таким образом считают, что они избавятся от их страданий. На самом деле, через вот этот страшный грех, они приобретают для себя еще тяжчайшие страдания, которые испытывает человек после отшествия из этого мира. поэтому в тех ситуациях, когда есть болезни, тяжелые болезни, нужно молиться, действительно молиться, чтобы Господь даровал крепость, сил, терпение, чтобы можно было претерпеть эти болезни, потому что, претерпевая со смыслом, со сознанием своей греховности, со сознанием своего недостоинства, то этим самым мы через терпение эти болезни мы исцеляем и очищаем свою душу от различных грехов, которые мы, может быть, и забыли, или не помним, или даже если помним, но они тоже нужны, нужно плоды, плоды, показать плоды покаяния от этих грехов. И вот плод покаяния несколько раз есть то, что человек сознает себя виновным пред Богом и достойным тяжелых наказаний за грехи, поэтому он терпит и терпит достойно, и за это терпение Господь награждает ему чистоту его сердца, чистоту его души. И Господь не вменяет ему грех, те грехи, которые он совершал и принимает в своей обители. Вот как нам позвонил телезритель из Казахстана. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наиль, я из Тимиртау, из Казахстана. У меня такой вопрос, владыки. Является ли магия и колдовство грехом? И почему? Да, действительно, магия и колдовство это страшный, тяжелый, смертный грех. потому что магия и колдовство это служение бесам, дьяволу. То есть, человек старается силой бесовской совершать те или иные действия, которые причиняют человеку зло, неприятность, болезни, смерть и так далее. Конечно, это и зло, и это и потому и нельзя это делать, потому что тот человек, который это делает, то он получит от Бога тяжелое наказание в потустороннем мире. То есть, после отшествия из этого мира его ждут адские мучения. Но ведь смысл нашей жизни на земле это то, чтобы так жить, чтобы после смерти, после отхода или перехода из этой жизни наследовать Царство Божие. Жить в радости, в блаженстве, в утешении божественных, вот главный смысл. Если мы не понимаем и не хотим жить, чтобы достигнуть Царства Божия, живем в грехах и пороках, то этим самым мы для себя готовим страшные мучения, которые будут вечными, чего, конечно, нежелательно. Желательно, чтобы человек своим разумом понимал, что ему нужно жить так, чтобы получить радость и утешение и здесь на земле и в будущем веке то же самое. А вот человек, который занимается колдовством, то, конечно, он силой днесовской приношеняет много зла людям, и много страданий, и мучений, и горести, и так далее. Конечно, это вопль этих страданий, этих мучений, которые исходят от этих людей, то, конечно, она доходит до Бога, Господь. Если не здесь, то в будущем меня накажет очень строго. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Владыка Викентий, благословитель. Бог благословит. У меня вот такой вопрос. Я общаюсь с молодым человеком, который старше мне на 13 лет. Я не была замужем, он был два раза женат. Второй драк у него был венчанный. Владыка его развенчал, так как жена прелюбодействовала, ушла от мужа. Дело в том, что мы очень любим друг друга с моим молодым человеком, но он узнавал волю старца про нас. У нас сказали, что разные пути, то есть мы, видно, не подходим друг к другу. Вот как нам быть? Если не благословляет брак старца, то есть нам нельзя венчаться или все-таки можно? Поскольку он расторган этот первый брак свой, и в том числе и расторган церковный брак, то он, этот человек, он свободен для того, чтобы жениться второй раз. Хотя, конечно, брак должен быть один раз и навсегда, и к этому должны нам стремиться, чтобы был только один брак в своей жизни. Но бывают такие случаи, если взять по Священному Писанию, по жестокой сердцу нашему, вашему, людьми, людей, то Господь допускает, чтобы развестись и потом еще раз вступить в брак. Да и конечно, нужно прислушаться голосу своего духовника, и если есть на то благословение, то можно вступить в брак, но только иметь в виду, что для того, чтобы вступить в брак, не нужно через грех блуда. То есть, вот если сейчас такая есть мода, что сначала живут вместе без благословения церкви, без регистрации, живут плоской жизнью, то и потом уже начинают думать, что они очень-очень любят себя. Это, может быть, есть обман, потому что живя вместе, это есть разжигание своих страстей, которые присущи каждому человеку, увлечению друг к другу, а потом, когда вот этот пыл и огонь страстей, он спадает, то тогда уже человек потом по-другому думает о второй по своей половине. Поэтому, если у вас есть такая любовь, любовь страстная, именно на основе плоской жизни, то нужно прекратить эту жизнь, посмотреть немножко, чтобы погас этот огонь страстей блудных, и потом стрезо посмотреть друг на друга и прислушаться голосу своего старца, своего духовника, который, может быть, я сейчас не могу сказать, не знаю точно, почему он так сказал, видимо, поисповедовал, поговорил, знает больше, чем я со стороны, и не могу сказать конкретно, но вот общее правило, чтобы при встрече, при знакомстве, при желании, чтобы вступить в брак, не должно начинать вступление в брак через блуд, через взаимоотношения таких плотских, это должно быть исключено, потому у нас и браки все в основном почти 100% неудачные, потому что ставят полагают в основе своих семейной жизни грех, потом тяжкий грех, называется смертный грех, и на основе этого блудного, страстного греха основывать свою семью, это неправда, невозможно сделать, надо на основе добродетели, воздержания и целомудрия строить свои семейные отношения. Когда это будет с благословением церкви и с таким воздержанием, то 100% что семья будет удачной, и будет счастливой, и будет жить вместе до конца дней своей жизни, потому что есть в основе добродетели воздержания, терпения, смирения, послушания воли Божьей и целомудрия. Вот что нужно ставить в основу нашего семейной жизни, с самого начала. Когда ставится грех, а грех это что? Грех блуда, это и невоздержание, и несмирение, и непослушание, и нетерпение, и блудная страсть, и помрачение ума от этой страстей, когда человек ничего не понимает, ему кажется, что все, вся жизнь только вот в этом и заключается. И вот в этом полу человек вступает в брак, в семейные отношения, потом уже, значит, когда начинает разбираться, оказывается неудачно, что не посмотрели друг на друга, не так неопытно, а что неопытно, потому что не послушившись Бога, воли Божьей не исполнили. Поэтому и получилась вот такая беда. Надо сразу ставить основу целомудрие, воздержание. И ни в коем случае не должны быть вот эти блудные отношения, которые есть риск, очень большой риск неудачной семейной жизни. Спасибо вам за ваши ответы. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей, радиослушателей. Всех вас, дорогие наши телезрители, благодарим за ваше участие в нашей программе, за ваши ответы, за ваше желание жить по-христиански. И эти вопросы об этом говорят, что вы хотели, чтобы жизнь была правильной христианской жизнью. И дай Бог, чтобы действительно мы жили и соответствовали своему высокому названию, как православного христианина, соответствовать своей жизнью. И конечно еще хотелось вас поздравить еще с нашим подвигом, подвигом поста и молитвы в этот Петровский пост, апостольский пост, пост от Петра и Павла, который очень важен для нашего спасения, для того, чтобы мы постом и молитвой, и добрыми делами проявить свою христианскую жизнь среди окружающих нас людей. Спасибо, Владыка, до свидания. Владыка, разумея ты и покоряйся я восстанови Бог. и христианскую христианскую христианскую